Я очень люблю исправление Роберта Рождественского. Всё начинается с любви. И ведь действительно, можно сказать, что всё искусство о любви, просто любовь очень многогранна. Любовь к жизни, к природе, к тому же искусству, к близким, родным, как к своей второй половинке. История мировой музыкальной культуры знает множество музыкальных признаний в любви. Но достаточно вспомнить о ДЖЭ, это из «Пятой симфонии Густава Майлера». Это музыка невероятно известная. Она много где звучит в различных кинофильмах. Так вот, это музыкальное признание в любви Густава Майлера одной из самых красивых, умных, образованных девушек Вены того времени, Альми Шиндлер, которая впоследствии стала Альмой Майлер. Или, например, «Салют любви». Или какое ещё название есть? «Салют любви» или «Приветствие любви» английского композитора Эдуарда Элгара, который он тоже посвятил своей будущей невесте Кэролин Робинс. И вот следующее произведение, это также посвящение, написал американский популярный известный композитор, пианист Феликс Арнт. Написал в день, в подарок, в день своей помолвки для своей возлюбленной невесты, потом жены, певицы Нолли А. Нолли Лог. Это произведение изначально было песней, где, собственно, молодой человек, которому 26 лет, он признаётся в любви и говорит о том, что его возлюбленная, самая красивая, самая удивительная, неповторимая, о том, что когда она рядом, всё вокруг меняется. Прекрасное признание, прекрасный подарок, но вот эта сказка длилась недолго, потому что он написал в 26 лет, а в 29 композитор скоропостижно скончался. Вот осталось это удивительное произведение, музыкальное признание в любви. Феликс Арнт. Нолла. 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 Феликс Арнт. Нолла.